АПЛОДИСМЕНТЫ Почему? КВН начинается с разминки, я вот хотел спросить, ребята. Какой каверзный опрос. Радио Свободы. Может, я, конечно, что-то упустил. Почему КВН начинается с разминки, ребята? А что, есть какие-то претензии к организаторам? Мы с Рудуэн в одно время играли, между прочим. Я не знаю, как они не попали. С Рудуэн в одно время. В одном веке, а не в одном время. Давайте будем ограничивать. Спасибо большое. Николай Рахибенко. Такой вопрос. Недавно вернулся из Таиланда, но по ошибке мой багаж остался там. Что делать? Поморы. Прошу вас, Николай. Недавно вернулся из Таиланда, но по ошибке мой багаж остался там. Что делать? Николай, все, что было в Таиланде, остается в Таиланде. Благодарю. А Евгений Донских, друзья, под ваши аплодисменты. Здравствуйте. Уже давно. После 23.00 не продают алкоголь. Недавно запретили и ввели штрафы за курение. А скоро запретят ненормативную лексику. Что дальше? Фулл хаус. Алкоголь, курение, ненормативная лексика. Все запрещено. Что дальше? Чувствуйте, какие скучные выпускные будут в этом году. Грузины. Запрещена продажа алкоголя. Штрафы за курение, ненормативная лексика. Что дальше? Наш ответ на этот вопрос скоро запретят. Запрещен алкоголь, запрещено курение. Скоро запретят ненормативную лексику. Что дальше? И все это вызов для русского человека. Айдар Гараев, друзья. Меня, как все еще свободного мужчину, интересует такой вопрос. Чем все-таки глупые девушки отличаются от умных? Грузины. Меня, как все еще свободного мужчину, интересует вопрос. А чем все-таки глупые девушки отличаются от умных? По бороде. Татни, нет. Кемерово. Меня, как все еще свободного мужчину, интересует вопрос. А чем все-таки глупые девушки отличаются от умных? Глупая. А он че? А ты че? Умная. А он что? А ты что? Замечательно. Сангаджи Тарбаев. У меня вечный вопрос. Как по-настоящему осчастливить женщину? Что-то вы все в одну, в одну тему. У меня, друзья, ощущение, что вы специально задаете вопросы такие, чтобы было выгодно грузинам отвечать на них. Но, тем не менее, прошу вас. Итак, у меня вечный вопрос. Как по-настоящему осчастливить женщину? Дайте адрес. Адрес, дайте адрес. Адрес, дайте. Адрес. Кемерово. Ну, вы наверняка знаете, как по-настоящему осчастливить женщину. Правильный ответ у грузинов. Фулл хаус, Москва. Как по-настоящему осчастливить женщину? А чем вас традиционные способы не устраивают? Давайте не будем, Сэн, комментировать данный выпуск. У меня много есть, что сказать. Да, да. Хорошо. Вся власть в руках Сергея. К вопросу, КВН тот или не тот, я хочу вернуться к этому вопросу, ребята. Сейчас ехал на машине сюда. Сергей, не надо хвастаться, что у вас есть машина. Все, КВН, конечно. Впереди ехала машина Александра Васильевича. Оба торопились. Оба превышали. Меня остановили, его нет. Почему? Александр Васильевич, конечно, может торопиться, но вряд ли без него начнут. Вот хочу вам как бы указать на это. А так нет. Меня остановили, его нет. Почему? Потому что Александр Васильевич на работу ехал, а вы на хихоньки-хахоньки. Понимаете? Грузины. Итак, меня остановили, Александр Васильевича нет. Почему? Потому что не надо пытаться угнаться за Александра Васильевича. О, красавчик, молодец. Вот ответ настоящего мужчины. У меня всегда наготове есть такое. Поморы. Итак, оба нарушали, оба торопились. Меня остановили, Александра Васильевича нет. Почему? Хорошо, что еще не опоздали, а то бы против вас ввели санкции. Не переживайте, этого в эфире не будет. Это был тонкий юмор, хорошая шутка. Я не понимаю, почему это. Шутка хорошая, жалко, я никто не услышит. Фулл хаос, Москва. Итак, оба нарушали, оба торопились. Меня остановили, Александра Васильевича нет. Почему? Потому что автограф Александра Васильевича у гаишника уже есть. Тоже хорошая шутка, между прочим. Все, Аня, еще один. Так, Кемерово. Итак, оба торопились, оба нарушали. Меня остановили, Александра Васильевича нет. Почему? Так Александра Васильевича уже 53 года, остановить никто не может. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Спасибо.